Мы остановились в прошлый раз на том, что рассмотрели противоречия в ИЛОМ. Нужно двигаться дальше. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно вернуться на плавный стад. Например, мы остановились именно на том, что увидели в ИЛОМ взятом самому себе равенство с собой или неравенство с собой. Мы увидели, что оно всегда неравное самому себе, отрицающее себе, изменяющееся. И мы увидели, что с другой стороны оно сохраняет себя как равное самому себе нечто. И можно, по примеру Михаила Васильевича Попова, сразу назвать эти моменты, что момент равенства с собой называется в себе бытие. Момент неравенства с собой называется бытие для ИЛОМ. Александр Сергеевич считает, что важно сказать, что на странице 97 у нас есть, чтобы все-таки в нашем рассуждении появились слова, чтобы мы соблюли последовательность, которую соблюдает Гегель. Сам Гегель сначала вводит бытие для ИЛОМ, а потом уже в себе бытие. То есть можно подойти просто и назвать то, что мы имеем, два момента, а можно соблюсти порядок, который есть в оригинале. И в первом случае большой ошибки не будет, потому что, по сути, эти два момента уже появились. Гегель про них сказал, что оно и неравное себе, изменяющееся, а с другой стороны оно равное и восстанавливает себя как простое нечто. И раз это уже есть, это уже можно назвать. Ну, Гегель дальше рассуждает о том, что нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия. Мы это тоже с вами рассуждали. Сохраняется в неимении наличного бытия, потому что нечто мы отринули вроде как, взяли его с отрицанием, как иное, а оно восстановило опять само себя как правность ему себе нечто. Вот, значит, сохраняется в неимении наличного бытия. И оно не есть полностью свое бытие, и на бытие, хоть и задержат его, и оно есть бытие для иного. Да, ну, вроде как мы подвергли отрицание, вроде бы как это неимение наличного бытия, но, тем не менее, как мы убедились, это все же бытие. Но какое? Не просто бытие, а бытие для иного. Бытие с моментом иного, бытие с моментом отрицания. Или вот дальше тоже, интересно, проходит кратко всю ту дорогу, которую мы прошли. И говорят, наличное бытие, как непосредственно оно было бытие, но все-таки мы разглядели, что оно с определенностью, и подвергающееся внутри себя отрицанию и ближайшим образом иное. То есть иное в самом простом человеческом понимании слова. Мы вот сначала думали, что оно такое, простое непосредственно, потом оно оказалось иное. Не такое. Не просто мы отделили вот эту категорию иного, и ни к чему ее не применяем, а вот органически так получается, что наличное бытие другое, другим стало. А не переродилось в какой-то отдельный, оторванный от реальности момент. Нет, оно просто стало иное, мы это констатировали. Ну да, и есть бытие длино. Бытие, но длино, бытие с момента неравенства. Но в то же время оно сохраняется. То есть если сначала делается акцент на том, что оно сохраняется в неимении наличного бытия, то абсациям ниже говорится о том, что оно все-таки сохраняется в неимении наличного бытия. И равно себе не просто, не просто равно себе, потому что мы уже раньше видели правила с тобой. Раньше мы и говорили, ну скажем, об отрицании, отрицании, о том, что нечто равно самому себе, а вместе со своим внутри себя бытием. То есть внутри себя бытие это вроде как отрицание нечто, но все-таки оно оказывается равным самому себе. Но здесь важно, что оно равно самому себе в противоположность своему неравенству. Именно в противоположность. Когда мы уже увидели эти оба момента вместе, мы можем говорить о их взаимосвязи. В противоположность. И такое бытие называется в себе бытие, которое равно с тобой в противоположность своему неравенству. И вот Александр Сергеевич обращает внимание именно на вот эту последовательность, чтобы она была не волонтаристская, не просто, ну, что захотели, назвали. Хотя, опять-таки, по сути, по своему содержанию, бытие в себе и бытие для иного появились вот еще, когда мы рассматривали иное само по себе. Но все равно вот упор на то, что в себе бытие появляется именно в противоположность бытие древнего, этот упор можно сделать для более глубокого понимания. Все-таки Гегель вынес в отдельную главу. Ну, не в главу, а в отдельный парад выделил цифркой 2. Вот это рассуждение. Да, противоположность. Что еще нужно сказать для глубокого понимания, для еще более глубокого понимания? О том, что есть две пары определений, может быть, кто-то сможет сказать, какие две пары определений появляются в нечто. Ну, по тексту. Это совсем далеко бы убежали. В нечто. Но мы сейчас рассматриваем... Более для себя, более для иного. Это одна пара определений. А еще одна? Ну, так, и нечто иное. Ну, да, все верно. Как бы более высокая стадия развития. И себя быть и в себе. А в себе и в себе, да. Да. Две пары определений. Нечто и иное. Ну, нечто у нас раскрывается сначала как нечто и иное, как одна пара определений. А потом как бытие в себе и бытие для иного. В чем соль? Зачем он отметил этот момент? А затем, что, как правильно Максим сказал, в бытие в себе и бытие для иного уже видит видна их связь. Ну, то есть это более высокая ступень развития понятия. В бытие в себе и бытие для иного видна их связь друг с другом. То есть, если нечто иное внешне друг с другом не связано никак с другом, связь заключается только в том, что нечто перешло в иное, то в себе бытие и бытие для иного уже мы видим истину нечто иного. неизолированных, а именно связанных друг с другом. В себе бытие у нас. В противоположность бытие для иного, в бытие для иного указывает на в себе бытие. И дальнейшее развитие связано с тем, что оказывается нечто тождественное самому себе и бытие в себе в этом тождестве равно бытие для иного. Это оказывается одним и тем же. То, что есть нечто в себе, оно есть же и для иного. То, что есть мышка для кошки, оно есть же и в себе. Хотя различие существенно, оно есть, но оно таким образом снято. И, кроме того, в себе бытие вроде как равенство с собой, но некое обстоятельство есть в нечто. Нечто имеет в себе внешним образом. То есть это обстоятельство ниже самой личной. Да, они, да, одно есть определенность другого. Но мы различаем определенность и самолично. И в дальнейшем это снова сыграет. Появляется в нем бытие, когда мы видим, что в себе бытие не такое уж и в себе. Что оно на самом деле для того, чтобы стать в себе бытием, должно было вернуться откуда-то из-за него. Мы, когда этот момент увидели, мы уже можем вместе с Гегелем похихикивать над Кантом. Потому что Кант вроде как ввел вещь в себе, такое понятие, как вещь в себе, и запретил давать какие-то определения. Ну, потому что вроде как в себе изолируют себя от него. Но ведь мы-то знаем, что на самом деле некая обстоятельство содержится в себе, в нем, в нечто внешним образом. И поэтому для того, чтобы сказать, что вещь действительно есть в себе, нужно указать определение, а не запрещать указывать определение, как это делал Кант. Вот. Ну, Гегелем похихикивал, достойный человек. Просто указано на ошибки. Я думаю, что он злорадствовал. Мы тоже злорадствовать не будем, потому что все-таки через критику работ действительно крупных ученых, какие мы, несомненно, был Кант, мы приходим к более высокой ступени познания. Для того, чтобы по-настоящему научно критиковать что-то, нужно включать эти рассуждения в свои собственные и снимать противоречия с объективностью, с объективной реальностью. Вот. Гегель как раз и показал, в чем противоречит системе Канта с объективной реальностью. Он не отбрасывает, а в более высокой позиции рассматривает. Да. И путаницу показывает, которая иногда появляется. И показывает, где конкретно тут была ошибка. почему вещь в себе осталась чем-то призрачным, облачным, недосягаемым. И, между прочим, это же, ну, я думаю, что больше половины читала «Материализм. Империя. Третьи цены». Как раз преодоление вот этой вещи в себе и ставится в укор, ставится в укор идеалистами, материалистам. Нас же все ругают, великие ученые ругают материалистов, что мы совершаем трансцензус. Что такое трансцензус? Запрещенный переход к объективной реальности. Они говорят, что ну, мы же ничего не можем знать, кроме собственных чувств. А каковые вещи в себе мы на самом деле не знаем, никогда не знаем. А есть только наши чувства, есть только какие-то образы, какие-то символы, давайте вот с ними работать. А объективную реальность отрицают. Ну, зачем говорить об объективной реальности, если мы ничего не можем знать, если наши чувства нас обманывают, вещи в себе не такие. А вегель говорит, ну, в смысле не такие. Давайте определение вещей в себе нету в этом ничего зазорного. Это следует из самой логики понятия. чтобы доказать идеализм, нужно показать, чтобы говорить, что вот в Евросоюзе все идеалисты, нужно показать, что человек ставит идею перед объективной реальностью. Вот если удастся это показать, то тогда, если удастся это раскрыть, то тогда нужно будет говорить. для тех проблока. А вот, так сказать, идея у них на пакосте в России на... Так и пакосте материалисты получается. Если идея совпадает с объективной реальностью, значит, в чем-то они материалисты. А вот если человек в каких-то своих рассуждениях, или если развивать последовательный взгляд на человека, и окажется, что объективная реальность это какое-то творение наших идей, там, наше разумение, то тогда уже можно говорить об идеализме. Мы не такие, мы считаем, что вот есть объективная реальность, вот есть наше сознание, которое более-менее правильно его отражает, ее. И стремимся к тому, чтобы наше сознание все более правильно отражало реальность каким образом? Посредством практики. Чтобы в результате практики понимать, какие наши воззрения были менее правильные, какие были более правильные. Сообразовав наши действия. Вот, да. Не боимся вещей в себе, мы постоянно находим новые определенности этой вещи в себе, постоянно находим новые, получается, отрицания, потому что определенность это отрицание. Постоянно отрицаем вот эту вещь в себе, продолжать этим заниматься. Как бы мы этим не раздражаем идеалистов. Да. Вот у нас появилось много бытия, в которых мы увидели все противоречия в себе бытия. какие противоречия есть в себе и в бытие длинном, новых разниц. противоречия именно в том, что бытие в себе оказывается дождественным бытию длинном. Мы только что их разграничили вроде бы как и положили предел его жени-предеши, а оказалось, что они же дождественны. Зачем мы их различаем? Нет, у нас есть свои причины различать. Когда надо различаем, а когда надо видим их единство и то же. Что бытие в себе дождественным бытием. Это можно сказать. Еще можно сказать, что некоторые обстоятельства или некоторая определенность находится есть нечто имеет в себе внешним образом. То есть это все-таки отрицание нечто оказывается. отрицание да. Получается бытие, в котором таким образом переобретено и в себе бытие. На самом деле в себе бытие рассмотренное вот таким образом в своей неразрывной связи с бытием для иного есть в нем бытие. На самом деле в нем бытие это в себе бытие но полностью тождественное эти два понятия есть разница. Есть суть. В чем суть в неразрывности бытие в себя и бытие длинного. Иное взято само в себе есть иное самого себя то есть иное ино то есть всецело неравное себе отрицающее себя изменяющееся. но то что оно изменилось истинное же без каких-либо иных определений то есть восстановило себя так равное саму себе нечем. Вот что у нас есть. Что можно сказать дальше? Получилось противоречие в моих словах? есть оно вот это момент у противоречия есть момент нужно попытаться их проанализировать ну или на самом деле назвать сексентировать еще раз неравное понимание нужно вычеркнуть этот момент что иное на самом деле сохраняет себя как равное самому себе нечто то есть это нечто в итоге получилось что такое нечто это определенное личное бытие и как бы мы не брали отрицание ну как бы мы не брали его с отрицанием оно все равно сохранило само себя возможно этот момент стоит просто конспектировать сказать что все-таки иное иного в итоге получается нечто оно равно самому себе не равно самому себе это вы сказали нужно сказать что нечто сохраняется в своей подвергнутости отрицанию либо сказать что нечто два аксация один начинается что нечто сохраняется в своей подвергнутости отрицанию в другом написано что нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия Нечто сохраняется в своем неимении неналичного бытия и есть таким образом бытие для иного. Но нечто сохраняется в своем неимении неналичного бытия в противоположность своему неравенству и есть в себе бытие. Вот этот краткий конспект, в принципе, можно озвучивать, он в себе вот эту логику движения сохраняет. Но для того, чтобы говорить о том, что нечто сохраняет себя в своем неимении неналичного бытия, нужно, чтобы у нас были какие-то основания это делать. А основания это сделать будут, если мы скажем, вот в тот момент, когда мы увидели, что иное иное есть иное же, то есть сохраняющие себя, восстанавливающие себя, как равное самому себе нечто. Вот наше основание для дальнейшего движения. Оно сохраняет себя. То есть сначала мы увидели, что иное иное отрицает, как и положено, а потом мы увидели, ого, иное иное сохраняется. Сохраняет себя. Остановились на этом нечто сохраняет себя в своем неимении неналичного бытия. Таким образом, ну, и таким образом оно есть бытие длино. Оно есть бытие, оно есть бытие, оно длино, потому что в своем неимении неналичного бытия закрылось. Потому что в своей подвергности отрицанию. Но оно сохраняется, этого тоже не отнять. И есть равенство, не просто равенство, а именно в противоположность. Ключевые слова сохраняет, а дальше в противоположность. Это то, вокруг чего, ну, собственно, то необходимое, что нужно сказать. Иначе дальнейшее развитие не получится. Логическая категория, абстрагированная, она все-таки отличается от конкретной. Конечно. Абстрактная отличается от конкретной. Но вот если подумать о том, каким образом вот это логическое движение может быть просмотрено на нечто живое. Чтобы нечто именно сохраняло себя в своей подвергнутости отрицанию. В своем неимении неналичного бытия. Ну, например, когда мы видим замерзшую лягушку в пруду. Она же, ну, жизнь по определению, это способ существования белковых тел. Это с точки зрения. Ну, тем не менее, способ существования белковых тел, оно основано на обмене с окружающей природой. А лягушка ничем не обменяется. Ну, может быть, немножко газовая, дышит как-то, но в очень заметенном режиме. И не ест ничего, и не прыгает, и вроде как даже не живая, уже тонкая даже. Но сохраняется в своей подвергнутости отрицанию. Это же все-таки отрицание лягушки. Лягушка, она же все-таки является по-настоящему лягушкой, когда она является мимо пропрыганой. А лягушка замерзши в пруду, потому что мы ее увидим, когда она не прыгает, никуда никому не является. Отрицает сильно. Да. А если явится вдруг кому-то, кто-нибудь найдет, упиряет ее из-под окраски, тогда не сохранится в своем неимении наличного бытия. Но лягушка воспроизводится благодаря тому, что она вот так вот засыпает на зиму, благодаря тому, что она умеет впадать в анабиоз, да, она имеет возможность выжить там, как-то размножиться. Да. Благодаря тому, что вот она вот таким образом отрицает свою жизнедеятельность, она сохраняет свою жизнедеятельность. Размножается, и дальше лягушки живут. А даже если какой-то представитель вида умирает, все равно. А вот этот субстант… Вид продолжает жить. Ну, тем не менее, нечто уже в результате логического размышления. Ну, конечно, все эти примеры работают. О том, что тем или иным образом нечто сохраняется, но его уже просто называют по-другому. А то, кого называют, это уже десятое дело. Материя-то остается дальше. Вот. Ну, мы сейчас разбираемся именно в названиях, именно в названиях наших всеобщих категорий. Вот. Следим связь между этими названиями, как они друг в другу переходят, а они друг в другу переходят. Но все-таки разница между ними есть, и она существенна. Хочу. Чтобы не путаться. Размышленно. Да. Ну, что-то есть. Ну, уже, например, не лягушка. Ну, да ладно. А нечто и о бытии для иного – это все-таки разного ранга понятия. То есть, если мы говорим о нечто, то его парой непосредственно его противоположное является иное. Если мы говорим о бытии для иного, то его непосредственная пара – это по себе. Да. По себе. Да. Я просто попрошу рассмотреть иное, взятое само по себе. Иное, взятое само по себе, есть иное само у себя. Все целое неравное самому себе, а при этом это же… Есть иное иного, оно сохраняет себя. Но есть иное иного. Иной же. Да. Так. То, что оно изменилось, есть иное же. Верно. То, что оно изменилось, оно изменяющееся, и то, что оно изменилось – это есть иное же. То есть? То есть… Вот это вот существенное слово, скажи, сохраняет себя, как равное самому себе. Нечто. Да. Ну и дальше можно начать с того же, раз оно сохраняет себя в своей подвергнутости отрицанию, то оно есть бытие. Синтезис – самый сложный момент. Но оно разве только бытие? Только ли бытие? Не просто же бытие, это же не чистое бытие. Ага. Вот. Ну то есть иное же есть, мы для него нашли бытие. Вот его бытие вот такое, оно есть как иное. Есть определенное бытие, оно есть… Да. Оно… Наличное бытие, да. Сейчас скажу. Оно сохраняет, есть бытие. Наличное бытие, но… Наличное бытие, оно сначала было нами рассмотрено как простое, а потом оказалось, что в нем есть определенность, и что оно подвергается в себе отрицанию, и что оно есть ближайшим образом иное. Да. И из-за того, что оно сохраняется в своей подвергности отрицанию, оно есть бытие длинного. Да. А граница не упоминается? Граница пока что не упоминается. Потому что… Граница еще… Граница еще… Валентин… А, ну сейчас погоди, Валентин, домучий Михаилов. Да. Вот самое главное, ты сказал, сохраняется, не имея своего наличного бытия или своего подвергности, отрицание, и есть бытие длинного. Но… Не только же длинного оно есть. Да. То есть… Его неимение наличного бытия в нем есть в нем. В нем еще рано. Рано. Оно сохраняется. То есть сначала ты сказала, оно сохраняется в своем неимении наличного бытия, и я выделяла это слово. Но тут важно, что именно… Вот суть придает этому высказыванию именно неимение наличного бытия, а подвергленность отрицанию. И вот тут и есть момент неравенства с собой. Момент отрицания бытия для иного, ведь это момент неравенства. Мы уже его видели, когда сказали, что, значит, иное, иного есть иное, отрицающее, значит, это момент… Ну, а тогда могли уже подумать, а, мы помним. Это бытие для иного. Все, вспомнили такой момент. Но когда мы повествуем, мы можем так вот логически порядок соблюсти. Порядок соблюсти, чтобы у нас сначала, как у Регеля, появилось бытие для иного, а потом в себе бытия не. А как значит в себе бытие? Нужно вот в этой фразе, что оно сохраняется в своем неимении наличного бытия, подчеркнуть, значит… Сохранять. Вот именно вот это сохранение. Вот. Нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия, из бытия для иного. Ну, вот если говорить кратко, вот так получится. Оно сохраняется в своем неимении наличного бытия. А потом, существенный опять-таки момент, оно сохраняется и есть равенство с собой таким образом, в противоположность своему неравенству. Вот тоже, надо запомнить слово «сохраняется», благодаря которому мы можем идти дальше, и в противоположность своему неравенству. То есть… Сохраняется в противоположность, да, точно. Вот. Сохраняется в противоположность своему неравенству с собой. И есть что? Какое бытие? Разно бытие длинуло? Нет, есть. В себе. В себе бытие нет. Но на самом деле ты это все уже знаешь. Что такое в себе бытие? Неизменяющийся. Твой момент нравится собой. Не, неизменяющийся. Момент. Это момент нравится собой. У нас нет ничего неизменяющегося. Мы уже должны отвергнуться. Да, сейчас Козенок мне книжку прислал про революционную температуру пролетариата. Всем надо почитать. И там цитаты из Маркса. Ну да, мне только вчера прислали. Я чем угодно занималась, но не полезно. Нет, полезно я занималась, но другие. В общем, там была замечательная цитата из Маркса. Или Ленин. Ну, суть в том, что Маркс и Энгельс не считают коммунизм состоянием, в которое нужно перейти. Какими-то способами. Они считают коммунизм движением, уничтожающим существующий стой экономически. Не состояние, а движение. Ну, не камень, а течение. Да. А почти всех, наоборот, считают. Да. А считают, что вот... Что это порой есть. Какая-то глупа там. Нечто сохраняется. Вот это... Содержание вот этих слов раскрывается в предыдущем абзаце. Точнее. А то, что изменяется, определено быть другим, не каким-либо иным образом. А тем же, как мы решили так. Оно положено, как рефлектированное в себя со снятием инопытия. Оно есть тождественное с собою нечто. Вот когда мы рассмотрели, что иное и новое есть иное же. Мы после этого сказали, что несмотря на то, что оно там иное, с облицаем, сняли. Оно еще и сохраняется. Ну, в смысле, оно еще и тождественное самому себе иное же. Без всяких других определений. А значит, восстанавливает себя как равное самому себе нечто. Вот. Тождественное самому себе нечто. Снимает свое инопытие. Оно уже больше не иное. Какое уже оно иное, если оно было иное, стало иное? Было иное, стало иное. Но нет больше инопытия. Есть только нечто. И именно поэтому... А что тогда непонятного вопроса, что нечто сохраняет свое... нечто сохраняется в своей подвергнутой отрицаниях. Все. То, что нечто сохраняется в своей подвергнутой отрицаниях, уже содержится в том, что мы рассмотрели иное как равное самому себе. Ну, то есть, мне удалось доказать, что именно нечто сохраняется в своем неимении на личном бытие. В своей подвергнутой отрицаниях. Я удалось сказать, когда я сказала про иное, 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 истинное жертв. Нечто сохранилось, а нечто не сохранилось. Нечто сохранилось. Оно сохранилось каким образом? Тем, что мы сняли НМТЕ. Мы вроде как рассматривали иное, а НМТЕ исчезло и осталось просто нечто. Просто определенное наличное МТЕ. Если НМТЕ и НМТЕ можно было между ними ознакомство поставить, то было понятно. Понятно, что НМТЕ сохранилось вместо НМТЕ. Потому что НМТЕ стоит. Погоди, как это? Нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия. Их до займа. Причем просто НМТЕ. Нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия. Так не сказано. Неимение наличного бытия. Или дальше в том же абзаце нечто сохраняется в подвергности своему отрицанию. Ну, в подвергности отрицанию. Сохраняется же. А почему здесь так важно и, как сказать, это НМТЕ? НМТЕ – это просто бытие. Мы это бытие иным сняли. Оказалось, что у нас нет ничего про них. Ну, как и есть. Но мы увидели, что НМТЕ восстанавливает у себя как тождественное. Сложность в том, ну, вот там два точка. Нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия. И на бытие задерживается в нем. И еще отделено от него. И ОНО есть в бытие для другого. Вот это вот ОНО не очень же понятно. ОНО вот это местоимение, да? ОНО нечто. И на бытие, или в нечто. Но из следующего абзаца понятно становится, что скорее в нечто. Нечто, да. Вот. Потому что дальше говорится о развитии наличного бытия. О том, что, значит, мы разглядели в него определенности. Уже ОНО иное. Вот. ОНО в ближайшем образом иное. Но, так как сохраняется подвергнутость и отрицание, есть и в бытие для другого. То есть наличное бытие. А откуда берется наличное бытие? Ну, если снова поднимать этот вопрос. Спасибо Валентину, но это правильный вопрос. Тут наличное бытие. А оттуда что? Ну, нечто это же что? Определенное наличное бытие. Вот оно и появилось. ОНО, ну, оно же не просто какая-то отдельная голая категория, которая никак не связана с другим. Наличное бытие, оно же само, оно само наличное бытие, как мы выяснили, оно иное. То есть какая-то другая категория. Каким-то образом дождествуют с другой категории, хотя-то в другой категории. В другой. Ну, это же здесь. Вот. Ну, да. Моменты свободно назвали. Сохраняет себя и сохраняет свою подвергленность и отрицанию. И равно себе именно противоположность выменяется. Вот. Ну, вроде как я говорила о том, что в себе бытие и бытие это не было, но как дальше, если рассматривать, если идти дальше, ну, их уже назвали, что это два, два разные момента. Вот. Но, все-таки, такие уж они разные. Они связаны друг с другом, каждый указывает на другое. Потому что вот из того, что в себе бытие это равенство с тобой в противоположном своем равенстве, то оказывается, что в себе бытие это… Google в себе бытие содержит в себе бытие длинного, потому что оно есть не бытие бытия длинного. Оно само есть не бытие бытия длинного. Оно вот таким вот существенным органическим образом содержит его в себе и никак не вычеркнуть из в себе бытия бытия длинного. Ну, и бытие длинного, опять-таки, это же не равенство, то есть отрицание равенства, но они, в общем, светятся друг в друге, задерживаются друг в друге. И при этом ещё, пункт 3, они тождественны. Вот, вот один. Говоришь, есть иное. Есть иное тоже. Потом анализировали иное само по себе. Пункт 2. Нечто сохраняется. Пункт 3. Оказывается, в себе бытие и бытие для Инога дождественны. Вот, дождественны. В единстве нечто с тобой. То, что нечто есть для Инога, оно есть и в себе. И плюс ещё, то, что нечто есть в себе, вот эта определённость есть в этом нечто внешним образом. Вот, таким образом. Ну, не отдельно. В себе бытие, от бытия для Инога, вот такое в себе бытие, в котором мы не только разницу от бытия для Инога видели, но ещё и тождественны. Вот такое в себе бытие. В постоянной борьбе с бытием Грины называется бытие в нём. В. Нужно что-то сказать про в себе и помощность. Ну, вот, есть ещё такие понятия. Гегель говорит, что очень важно. Пока мы находимся в начале пути, можно прибегать как-то имитировать, дети же обезьянничают. Как-то повторяют движения, слова взрослых, потом до них доходит смысл. Для чего всё это делается? Ну, вот, точно так же попробуем. Не очень понимаю, почему именно здесь Гегель говорит о том, что в себе и что положено. Ну, говорит, что важно. Ну, да. Ну, раз важно, то надо тогда понять разницу. Ну, в смысле, тебе не показалось, что он говорит положительно? Он действительно говорит в этом параграфе о положительном и отрицательном, и в том числе о том, что это уже категории не сферы бытия, а еще категории более высокие. Положительное и отрицательное – другое. Но разница между тем, что в себе, и тем, что положено – это, собственно, разница в направлении, в которой мы смотрим с данной точки нашего логического рассуждения. Чтобы, когда смотрим вперед, что будет с нашей категорией, то мы смотрим, что этой категории есть в себе. Когда мы смотрим назад, то мы видим, что в эту категорию положено. Было такое различие, которое не знает метафизическая философия, по словам Гегель. Я с метафизической философией знакома только по метафизическим произведениям. Ну, как-то в студенчестве пыталась как-то познакомиться. В общем, есть такая разница между тем, что в себе понятие, что есть понятие в себе какое-то, и между тем, что в этом понятии положено. В себе – это значит, что если рассматривать это понятие дальше, то, что в нем появится то, что оно есть в себе. Если рассматривать становление, то оно в себе и есть на личное бытие. А в становлении положено, что бытие – ничто. То есть, если мы говорим о становлении, то автоматически, уже без вариантов, это два момента – бытие – ничто. А если мы говорим о том, что становление есть в себе, то оно в себе и есть снятие становления. Вот. Такая есть разница. Ну, говорится об этой разнице именно для того, чтобы обсудить вот этот тельник в себе, равенство с собой. Вот. И уже после того, как мы увидели в себе бытие, как бытие в нем. То есть, когда уже знаем, что на самом деле это что-то другое. Вот то, что есть в себе, хотя и есть момент равенства с собой, все же это что-то другое, что-то внешнее. То, что есть внешним образом, это становление и полностью уже дождественно на личном пути. Это же все-таки разное. То есть, из становления рождается что-то новое. Становление есть в себе что-то новое. Вот. Поэтому связь в терминах, она связана… Сейчас. Связь терминологическая, она имеет отношение и к связи по сути вот этих рассмотрений. Это же все-таки другое. Но, в общем, теперь, если будете читать «науку логики» и наткнетесь на слово «положено», уже будет понятно. Что положено – это нужно посмотреть назад, что положено в понятии. Вот. А то, что в себе, это вот то, что еще следует разбить. Ну, это отскок в сторону. Это разница между тем, что в себе и штуковой. А вот не отскок в сторону – это как раз рассуждение о том, что раз бытие в себе, раз разница бытия в себе и бытие от него снимается, то тут появляется новая определенность. То есть, вот есть же какое-то путие, и есть снятие, ну, точнее, вот путие такое, путие такое, путие в себе, путие в себе, путие в ему, все это путие. Их разница снимается, и есть же что-то, на чем базируется эта разница. Вот это вот путие, которое вы видите, у него есть определенность, снятие вот этой разницы. Вот. И поэтому снова можно говорить о определенности отдельно. Мы проанализировали путие, теперь анализируем определенность. Путана объяснила, Путана сказала. Но, ну, просто это еще по ходу повествования будет встречаться не раз, когда снятие какой-нибудь разницы существенной. А, например, бытие для одного и бытие для себя. Дальше, при переходе к количеству. Это вот тоже какая-то определенность. Или что-то, ну, в общем, какое-то бытие с какой-то определенностью. Вот. Помните еще снятие, снятие разницы реальности и отрицания. Вот тоже нас к такому же результату привело, что это вот определенность именно наличного бытия. Это внутри себя бытие. Наличное бытие. И тогда уже мы смогли перейти вот в нечто. То есть определенность. Вот мы получили эту определенность, основанную на снятии вот таких различий. И определенное наличное бытие стало наличным сущим, то есть неотделимым от своей определенности и нечто. Вот. А тут в себе бытие, разница в себе бытия и бытие отрицания тоже снялась. И вот снова перед нами определенность. Но определенность, как раньше мы определенность брали как качество, изолированное, да? И вы должны были рассматривать с двух сторон. Со стороны бытия и со стороны небытия. Точно так же эту определенность нужно рассматривать со стороны бытия и небытия. Но теперь же у нас не просто бытие. Теперь же у нас что-то лучшее. Теперь у нас есть более развитое бытие как в себе, бытие как равенство с собой. И небытие как отрицание, как неравенство с собой, как бытие длино. И вот мы можем эту определенность рассмотреть с двух сторон. Вот. Снова появляется выброс. Бытие рассмотрели. Рассматриваем и определенность получается. Я думаю, с определением и характером не так уж сложно, потому что все наизусть засуприли определение, определение. Но вот именно перейти к определению, почему мы его получили, нужно попробовать. Мы рассматривали два момента. Вот мы увидели, что нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия, в противоположность своему неравенству. Прогнуть себе в противоположность неравенству. Сохраняется. Есть в себе бытие. Да. Но есть и есть в себе и есть в себе бытие. Сохранение в себе бытия тоже не говорим. Мы сохраняем. Не мы сохраняем, а оно само, без нас. Мы не виноваты. Нечто сохраняется. Сохраняет себя. Определенность? Нет, иное неопределенное. Не согласна. Вот иное неопределенное. У него есть определенность, но это же просто абстрактное иное, что угодно иное. Я могу сказать там, не знаю. Иная мышка. Это значит вот это. Или значит вон та. А неопределено какая мышка. Иное неопределенное. Ну то есть это все-таки абстрактная категория. Нельзя говорить иное есть определенное. Хотя определенность конечно есть у него. Но смысл-то в том, что иное само по себе есть иное самого себя. Можешь с этим согласиться? Если мы берем тебя как иное, вот ты можешь быть иным по отношению к Михаилу, к Артему, к Василию Ивановичу. А если мы уберем Михаила, Артема, Василия Ивановича и вообще все по отношению к чему ты можешь быть иным, то ты иное только по отношению к самому себе. Да. То есть иное иное. Вот ты правильно сказал. Там же где-то нечто. Да. Надо дойти, надо нечто сначала заслужить. Не просто так оно свалится с неба. Да, ты правильно сказал. Отрицающее, неравное, изменяющееся. Спокойное, неспокойное там. Нет, ну при чем ты спокойное и неспокойное? Вот иное. Иное само по себе. Что это такое? Это иное самого себя. То есть иное и иного. Неравное, отрицающее, изменяющееся. Ну, мы начали с того, мы начали с анализа иного самого по себе. Взяли иное само по себе. Все другое особыли. Вот осталось только иное само по себе. Это значит иное самого себя. Значит неравное, отрицающее. Неравное чему получается? Неравное самому себе или равное одновременно? Ну, сначала нужно зафиксировать. В этом момент неравное проходит. Да. Оно неравное, то есть иное само по себе есть, иное самого себя. Значит неравное. Отрицающее, изменяющееся. Иное же стало иным. Изменилось. Стало иным, изменилось. Это настоящее. Синоним. Но, вместе с тем, иное иное – иное – это что? Иное и новое – это различные жества. Оно есть и иное же. То есть то, во что оно изменилось, есть другое. Оно же изменялось у нас. Мы его взяли само по себе, а оно изменилось. Три этапа иных. Три этапа иных. Ну да, три иных. Тут не этапа, тут не этапа. Тут взаимоотношение иного самого с собой, в результате которого получается иное. То есть мы видим в том, что в ином иного, мы видим, во-первых, что оно отрицается, а во-вторых, что оно уже иное. Как оно было иным, так оно и осталось иным. Ничего не изменилось. То есть, с одной стороны, изменилось, оно стало другим. С другой стороны, ничего не изменилось. Как оно было иное, так оно и осталось. Изменилось и не изменилось. Ну как так? Ну, так получается. Это не 50 на 50, а одновременно и то, и это. Смотри, раз иное не изменилось, как оно было, так оно и осталось иным, то инобытие снимается, и иное оказывается тождественным самому себе нечто. То есть инобытия-то уже нет, тут ничего другого нет, ничего не поменялось. Если как было иное, так стало иное, значит нет никакого инобытия, есть только нечто. Просто тождественное самому себе, равное. Почему нет инобытия? Ну, то, что есть, мы запомнили, в голове держим. Но мы конкретно сейчас рассматриваем момент равенства. А вот в этом моменте равенства, как оно было иным, так оно осталось иным, тут неравенства-то нет, есть только равенство. И инобытия уже нет, оно уже не иное, оно сняло свое инобытие. И восстановило себя, как равное самому себе нечто. Что-то я понимаю, почему оно, если иное равно самому себе, оно нечто? Почему? А потому что инобытия снилось, оно уже не иное. Такое же, равное самому себе нечто. Такое же. Оно снилось. То, такое же, то, же, то ж, детственное. Какое же оно иное пути, если оно в родном случае? А если это нечто? Да. О, круто. Я люблю, когда студенты смеются по-хорошему. Ну, от того, что поняли что-то. Отлично. У меня сегодня день задался. Я уже прекрасно себя чувствую, если вы все рожать начнете. Но от того, что поняли, я не знаю. Определенное наличное бытие, наличностующее нечто. И нечто – это первое отрицание отрицания. Нечто есть как становление. То есть, и там мы… Я понял. В конструкции нечто, что я подумал. Нечто как абстрактное. Да, нечто как… То, что еще предписывается, определить – это не то. Нет, нет. Оно уже есть. Мы когда-то о нем говорили. Просто сейчас мы видим, что просто какое-то определенное наличное бытие. Без какого-то инобытия. Какое было – такое осталось. И, в общем, хоть мы и брали иное. Вроде как брали иное. А оказалось, что есть только нечто, дождественное заблуждение. Но момент – это бытие, о котором говорил Валентин. Я как-то это слово не использовала. Но момент – неравенство с собой – то же самое. Ну, то есть, иное – бытие иным. И на бытие – неравенство с собой. Как бы это все взаимозаменяемые термины. Ну, и вот именно поэтому можно говорить, что нечто сохраняет себя. И вот дальше мы говорим, что в своем неимении на личном бытие есть бытие длино. Но сохраняет себя. Противоположность своему неравенству равно себе. И есть в себе почему. Я, как в партию вступила, перестала в комментариях сражаться, потому что сразу мне боевые комментарии. Вот. Но, значит, человек там злобой кипит. Если начнешь ему отвечать, он на тебя там начнет стрелы, громы молнии метать. Когда просто абстрагируешься от этого, все его отрицание, оно только на него же и падает. Никому особо не интересно. Там сидит, что-то злится, там что-то пишет, возможно, матом. Но в итоге иных-то нет. Все остальные ушли, никому больше не интересно этот беспокойный разговор поддерживать. А он чего-то там еще против. Вот. И точно так же иное. Мы все другое убрали. Все нечто убрали. Все какие-то отношения к нему убрали. Осталось одно одно. И вот против него же все его стрелы и направлены. А откуда у него стрелы? Это его природа. Его природа отрицать. Оно же иное. Вот само слово иное – это значит отрицание. Вот. Ну да. Иное само по себе – это что значит? Иное само по себе – это отрицание самого себя и в то же время… А, прича… Нет, нет, нет. Нужно… Я против того, чтобы слеплять мысли. Это отрицание самого себя. Отрицание самого себя и сохранение самого себя. Но… Ну, просто… Как положено то, что в нем есть. Про положенность тут можно не говорить. Не знаю, для чего здесь про нее говорить. А вот… Я именно к тому, чтобы были закончены предложения. Чтобы не слеплялись мысли. Вот одна мысль, что иное само по себе отрицает самого себя. Точно. Но в то же время уже другое предложение начинается и интонационное. Мы как бы подчеркиваем, что мы все-таки с разных сторон рассматриваем. Вот мы с одной стороны рассмотрели – точка. Подошли к другой. А не то, что мы пытаемся с собой на глобус натянуть. Самое главное, что, во-первых, оно отрицает себя. Точка. Но во-вторых, то, что оно изменилось, есть иное же. Без других определений. Следовательно, не на пути снимается. И иное восстанавливает себя, как равное самому себе нечему. Вот. Ну, как бы я эту тараторию… Я каждый раз немножко, может, по-разному в этой таратории. Не помню, забрела я это или нет. Но… Вот это отрицание, которое есть в ино. Иное само же, из-за того, что оно становится иным, а значит не становится. То есть оно не переходит? Никуда не переходит. Такое было, такое осталось. Это же действенное. Со снятием монопотеяния, это иное действенное остается только иное. Тоже действенное и в то же время иное иного. Сначала мы говорим, что отрицаем все, отрицаем. А вторым предложением говорили. Что оно все-таки восстанавливает себя, как равное нечто. Вот это нужно сказать, что оно как нечто. Как нечто равное. И снимает свое, восстанавливает. То есть мы же взяли иное… Восстановление и восстановление… Да, оно же стало, восстало. Нечто восстало. Я больше ругала Артема за то, что он какое-то нечто приплел. Вот иное само по себе мы рассматривали, а он говорит, ну у нас есть иное по отношению к нечто. Я говорю, отставить нечто. Нет никакого нечто, мы отрицали нечто. Ну я тоже не знал, как нечто, чтобы его вклинить. А как его вклинить? А так, что иноптия-то больше нет. Оно само получилось, оно само восстало, оно восстановило себя. Нужно сказать и о неравенстве, и о равенстве. А равенство значит, что иноптия снимается и восстанавливает себе простое нечто. Ты можешь сказать, Петя изменялся, изменялся. Стой, да? Петя и так расстался. Да, все верно. Как был Петя, так и остался Петя. Вроде бы как он разозлился в какой-то момент. Петя в какой-то момент разозлился на тебя. Ну что же я, у меня все дрябло, вышел из себя. Говорят, не хочу быть таким Петей, я не хочу быть алкоголиком, хочу быть спортсменом. Но все меня знают как Петя. Говорят, а я не такой, я другой, я всем докажу. Бросил Петя, записался в спортзал. И все девушки теперь смотрят, как она поглядывалась. А был Петя, так и остался. Другой. Он отрицал себя, но сохранился. Да, когда девушек спрашивают, то есть. Говорят, ну, Петя. Раньше алкоголиком был. А сейчас какой? И девушка такие, ого, ничего себе, человек сильный, болен. Надо же. Смог себя на перебороть. Вот. То есть. Его уже как алкоголик запомнили, что он беда курил. Это в нем осталось. И девушки тоже не глупые. Понимают, что они. Если он смог вот так вот через себя переступить, то во-первых, он сможет переступить обратно. Мало ли в чем может пойти не так. А с другой стороны, человек болевой сильный. И тут уже нужно смотреть, как это пойдет. Нужно уже пообщаться, может быть, как-то в глаза попадать. Получается, вроде, паспорт – это как документ, доказывающий их сохранение. Потому что они не знают. Мне уже менять надо, так что он ничего не докажет. Документы – это определенность в себе бытия. Определенность в себе бытия. Неопределение. Ты там приятный синий, паспорт показал. А тебя не узнали. Пьяный синий, а если совсем уже поддался зеленому змею. Показываешь паспорт, говорит – нет, не ты это. Туз, молодой, здоровый. А у тебя глаза клубшие, нос красный. Ничего, что-то я не знаю. Могут же и не узнать, что ты показываешь, что ты у кого-то украл паспорт. Ты даже себе глупые дали. Чтобы продать паспорт, украл. А мне показываешь. А есть, например, это человек, который побывал в определенных условиях. Он прошел через одно качество, через другое. А есть человек, который привлекательный, он еще не был подвыкан. Но он и не попал в такую среду. И значит неизвестно, как он себя поведет. Да. Он через отрицание не прошел. А потом привлекательный потаж. Да. Но неизвестно, как он в армию попадет, как он себя проявит. Ну да. А человек, конечно, не подвыкан. Он только этого не будет. Кстати, может быть, поэтому некоторые девушки предпочитают постаж. Потому что если постаж, то выше вероятность, что подвергался всяческим отрицаниям. Да. Что достойно ли вышел из этих отрицаний. Недостойно. А про молодого еще не понятно. Что там еще от него ожидать? Может быть, там, ничего слаще? Редисты, редьки? Как говорят, ничего слаще редьки? Или морковки? Морковки. Ничего слаще морковки, да? Морковки. Вот. Все-таки прошу зафиксировать вот эти вот противоречия. Иного к театру самому. Вот у себя. Иное само по себе отрицает само по себе. Все. Интонационно законченная мысль отрицает. А потом уже нужно доказать. Что это оно сохраняет? Ну, как оно сохраняет само себя? Я вот не услышала из твоих слов, почему это оно сохраняется. Потому что иное отрицает само себя, остается иным. Да. Да. Верно. Оно отрицает, соответственно, иное для иного, оно сохраняется иным изначально, бывшим. То есть оно изменяется, но остается самим собой при этом. Ну, можно было вот этого уже не говорить. Ну, можно было вот того, что потом сказал, не говорить. Но нужно перейти все-таки к нечто. Как нужно перейти к нечто? Есть ли связь между иным? Я же ругалась, ругалась. Никаких нечто. Ну, а теперь уже нужно меня поставить в такое положение, когда я скажу, ну, ладно, пусть будет. Пожалуйста, мы сфиксировали два момента, что она остается само в себе, то есть не изменяющейся, и другой, и другой как бы изменяющейся. Получается, она отрицает само в себя и остается просто друг. Иное, иное. Вот Александр Сергеевич настаивал на такой вот комплировке, что иное слово, что, ну, короче, иное, иного есть иное же, то есть восстанавливает, сохраняет себя как равное самому себе и нечто. Можно вот так в одном положении это сказать, что вот, ну, в тот момент неравенства, мы уже обсудили положение на полу, отрицает он и повсего. Про него и так все знали, что иное отрицало его положение. Вот, а тут что-то глубже мы накопали, что оно сохраняет себя как равное самому себе нечто. Вот, надо сказать про нечто, надо. Надо увидеть это нечто, надо увидеть. Ну, а лично мне бы, я бы очень обрадовалась, если бы кто-то сказал, что иное, как равное самому себе, снимает свое нобытие. Снимает нобытие и восстанавливает себя как нечто. Простое и тождественное. Снимает нобытие. Никакого нобытие нет. Никакого нобытие нет. Ничего другого нет. Было иное стало. Ничего не стало. По сути, мы не повторяем то же самое? По сути, да. То же самое. Можно по-разному. Снимает нобытие. Снимает нобытие. Ну, получается, и удерживать нечего. Ну, как это? Нет. Ну, если снимает нобытие, то он уже остается. У нас никакое отрицание, конечно. Снятие – это отрицание с удержанием. Вот. Если мы снимаем нобытие, то что это значит? Что, конечно, нобытие мы отрицаем. Ну, то есть, что у нас есть нечто, у нас есть отрицание нечто иное. Вот. Иное мы сняли. Сняли – осталось нечто. Вот то, от чего ушли, к тому и пришли. Но сняли же. Не просто откинули полностью, а сняли. Это значит, что это нобытие все-таки осталось. И оно проявляется в том, что любое нечто, как мы и раньше знали, есть иное. Любое нечто иное. Любое логическое нечто. Я могу про это скучно рассказывать. Что даже логическое нечто – иное. Я могу сказать про стол. Там я покорябала немножко. Пыль немножко как-то переконфигурировалась. И теперь и стол мой. И даже если его не трогать, и стлеить, рассыпаться. И все – тлен. Ну, пока еще не тлен. Но, да, любое нечто иное, как бы мы не снимали на бытие, то все равно на бытие к ним остается. Ну, он как матрешка, короче. Не идеалистическими другими. Еще раз, как матрешка. Ну, не идеалистически выражаясь, оно как-то сохраняет в себе постоянно. Ну, да. Ну, просто матрешка все-таки там это больше, чем два. Тут, скорее, как часть сад. В матрешке-то там десяток этих матрешек. Не бывает такой же матрешки, что открываешь матрешку, а там только одна матрешка. А тут пытаешься открыть, а нет. Скорее получается странное, что открываешь вторую матрешку, а внутри нее первая. Тут, скорее, такая сумасшедшая матрешка получается. И больше, что она конечная проблема, или то, что она бесконечная может быть? Нет, но... Так она может быть большая, или больше такая? Да какая бы большая ни была, все равно два момента есть. Момент нечто и иное. Вот, но, да. То есть можно сказать, что иное – это есть нечто, сохраняющее себя через отрицание имя бытия? Такова? Иное есть сохраняющее себя через отрицание имя бытия. Ну, это не может быть определением, потому что иное – это все-таки отрицание. Это как рефлексия просто, в моем случае. Да. Но движение верное. Движение указано верно, что иное действительно оказывается личным. с определенной стороны рассмотрение. С одной стороны – получили, получили, и теперь нужно просто правильно, в правильной последовательности назвать эти моменты. Мы только что доказали, что… Бытие для себя, и бытие для Ямалка получается? Ну, это для себя. Да, для себя еще… Пятьсот… Ну ладно, не пятьсот, поменьше, но порядочно категория. А какие у нас сегодня на повестке дня были? моменты. Бытие. В себе. Да. У нас в себе бытие, и бытие для иного. Вот. Нечто сохраняется. Ну вот это слово «сохраняется», оно ведь означает и удары, от которых нужно сохраняться. Но неопределенность обсуждаем, мы тут обсуждаем. Бытие. Определенное бытие. Да. Ну то есть… Откуда… Ну да, «определенное бытие», не «определенность». Определенность я хотела сегодня изучать, но… Да, я немножко не точно сказал, да, «определенное бытие», конечно. Да. Ну это существенно. Ну а почему «определенное бытие»? Потому что это нечто. Нечто – это определенное, это личное бытие. Никуда не уйдешь. Вот. Эта а… А назвать Граму можно, Но вот мы сказали, что «ино иное есть иное же», то есть «восстановившееся дождественное нечто». Нечто сохраняет себя в своей подверженности, в своей подверженности, отрицании. В своей хер подверженности, отрицания, подвергнутости даже. Нечто сохраняет себя. Важно, что что мы подвергли нечто отрицанию. Нечто сохраняет себя в своей подвергнутости отрицанию. Сохраняет себя. А чего это нужно сохранять? Чего? Бытие длинного сохраняется в своей подвергнутости отрицанию. И подвергнуто же отрицанию. Есть бытие. Но не просто бытие, бытие длинного. Потому что отрицали мы. А отрицание нечто, мы говорим, нечто сохраняется в своей подвергнутости отрицанию. Подвергли отрицанию нечто, что получилось? Иное. Нечто подвергли отрицанию. Как? Нечто иное есть иное, оно и изменяется. Это противоположный момент. В изменяющемся нечто есть два момента и нечто и оно же само, но только иное. Иное это отрицание нечто. Нужно уже привыкать, что есть пара определений, нечто иное, есть другая пара определений, которую мы должны сегодня там учить. Бытие и длину. Нечто сохраняется в своей подвергнутости и отрицанию и есть следовательно бытие. Из-за того, что подвергнутость и отрицанию и длину. Бытие, но не просто бытие, а бытие для длину. Бытие и длину. Но оно сохраняется. И сохраняет свое равенство, противоположность своему неравенству. В себе бытие. Есть в себе бытие. И хотелось мне очень, чтобы мы проговорили о том, что дождественно все-таки в себе бытие. Но хорошо, что все-таки мы поговорили. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что люди читают нехроничные издания. Вот что я называю нехроничным изданием. В котором, например, не сохранен авторский курсив. В немецком издании логики. Гегель трудился. Поделял курсивы. Те слова, которые я считал действительно важными. И тут находятся издатели, которые убивают просто эту авторскую работу. И человек получает книгу без курсива. И на него вываливается куча новых терминов, в которых он даже не понимает, какой из них самый главный, на какие первую очередь нужно обратить внимание. Вот это не канонично.